Сегодня польская пресса публикует интервью кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена. Понятно, что польских журналистов интересовали вопросы, относящиеся к европейским реалиям, ну и в первую очередь речь шла о вопросах энергетической и военной безопасности. И Байден подробно прошелся по этим темам. Как он бы действовал в случае избрания его президентом США? И в первую очередь он отметил, что всегда выступал за энергетическую самостоятельность Европы и безусловный выход ее из-под влияния Московии. Байден сказал, что прекрасно понимает цели России в плане реализации проекта «Северный поток-2». По его словам, вторая нитка газопровода «Северный поток» в Балтийском море с самого начала была спорной. Совместный проект российского «Газпрома», немецких «Юнайпер» и «Винтершелл», британско-голландской «Шелл», французской «Энжи» и австрийской ОМВ исключают Центральную и Восточную Европу из транзита газа и представляют угрозу энергетической безопасности всего региона, включая Польшу. Кроме того, Байден отметил, что кроме чисто политического аспекта, он учитывает и правовую плоскость данного вопроса. Ведь известно, что Евросоюз под прессингом Германии и Франции деформировали собственные нормативно-правовые акты, которые изначально и специально были созданы для нивелирования влияния монополистов. И в первую очередь «Газпрома». И вот именно для «Газпрома» и сделали целый ряд оговорок исключений и преференций. Байден же говорит о том, что если вы сами создали такие правила, то играйте по ним хоть сами, а потом уже кого-то и пытайтесь заставлять соблюдать их. В общем же смысле Джо Байден сказал о том, что будет защищать верховенство закона и подтвердит приверженность США в защите прав человека и демократии в стране и за рубежом. То есть он подходит к проблеме «Северного потока-2» с точки зрения однородности применения законодательства, в котором содержатся ограничительные механизмы. Таким образом, Кремлю не стоит надеяться на послабление в случае смены власти в овальном кабинете. Кроме того, Байден резко негативно высказался по поводу политики Трампа, которую тот проводил в отношении Европы и, конечно же, НАТО. Кандидат от демократической партии также раскритиковал президента Трампа за то, что тот умаляет значение НАТО и заявил, что доверие к гарантиям безопасности США будет восстановлено. Более того, он высказался максимально прямо по поводу того, как выглядит политика США в отношении основной военной угрозы для Европы. Джо Байден подтвердил свою приверженность НАТО и прямо заявил о том, что завершит политику подчинения правительства Трампа Владимиру Путину. В общем, совокупность заявлений, сделанных Байденом, говорит о том, что мы наблюдаем редкое и удивительное явление – смену полюсов политической ориентации США. Мы слышим правое заявление от кандидата левой партии, а правая партия превратилась в какую-то пятую колонну Кремля. Осталось уже меньше трех недель до выборов президента США, и мы надеемся на то, что американцы сделают правильный выбор. А мы его сделали уже давно, хотя этот выбор ни на что не повлияет. Зато мы можем повлиять на результаты наших выборов и обязаны это сделать с максимальной отдачей. Субтитры создавал DimaTorzok